ребята всем привет сегодня хочу показать вам как мы собираем заготавливаем семена томатов и перца мы выбираем только лучшие томаты и лучшие перцы если перцы или томаты где-то повреждены мы такие томаты не берем это все уходит на соки томаты выбираем только-только самые лучшие но давайте вот я взял несколько томатов сейчас вам покажу как мы выбираем как правильно надо выбирать итак давайте мы возьмем такую вот мисочка начинаем выбирать семена я использую такую вот обычная палочка плоская хотя можно взять чайную ложку и чайная ложка выбирать но я в основном предпочитаю деревянной палочкой выбирается со всех камер полностью семена есть ничего такого особенного нету как бы тут все выбирают по-своему кто-то выжимает кто-то через соковыжималку шнековую а потом семена эти промывают я выбираю так вот каждая камера с каждой камеры выбирается семена обязательно томаты должны быть все в идеальном состоянии нигде ни такого пятнышка нигде ничего не должно быть это может быть какая-то болезнь начальная стадия и все это уже будет передаваться на семена выбираем семена полностью соком совсем а потом уже сами томаты пустим на сок хороший получается сок очень густой так как мы саму влагу убрали с томатов и остается одна мякоть с мякоти получается довольно густой сок больше всего мне нравится все таких вот темноплодных томатов сок получается просто суперский да не только с темноплодных даже с розовых томатов очень очень вкусный так полностью процесс сбора семян каждого томата я показывать вам не буду сейчас выберу и покажу вам что мы делаем дальше вот я выбрал уже семена большое количество если бывает здесь очень много сока с помощью такого ситечка вот она лишнюю часть воды удаляем самого сока и все пересыпаем вот такие вот кулечки так как у нас очень-очень много томатов вот такие вот зимкульки зимкулек сам подписан вот по миру 74 с номером с надписью названием сорта и сюда переливаем полностью семена вместе с соком воду мы не добавляем только в собственном соку просто раньше мы добавляли воду ну было как бы замечено что схожесть семян со временем теряется если добавляется вода во-первых если вы живете в квартире вы добавляете вода она с хлоркой когда не видели трубы по которым идет вода городская просто кошмар там вирусов больше мне кажется чем где-либо а так собственный сок есть ничего такого нету никаких болезней ничего и не хотелось чтоб в такой воде там три или четыре дня сбраживали семена семена напитывается этой водой соответственно не начинает болеть и схожесть в них теряется такие если вы будете замачивать их собственном соку такие семена могут у вас и 10 лет через 10 лет может быть 70 процентов схожесть у них так что переливаем такой кулёчек и оставляем где-то на три на четыре дня для сбраживания вот это перелил все семена в кулёчек и сока вполне достаточно для брожения мы закрываем кулёк оставляем в углу только небольшое отверстие чтоб при брожении выходил газ чтоб кулёк не разорвало и вот вот такой кулёчек ставим у нас есть специальные коробки мы ставим эти коробочки их и вот в течение там трех-четырех дней наш наши наши семена будут бродить для чего нужно брожение для семян на семенах на самих семечках есть плацента такая оболочка вот она даже здесь видно если посмотреть если ее не удалять то она засыхает и потом когда вы начинаете высевать семена довольно плохо отходит семена плохо начинает напитываться влагой и плохо прорастают надо обязательно чтобы эта плацента отошла от самого семечки и так оставляем на три или четыре дня вот у нас ребят такие коробки у нас их много и мы их кулёчки вот сегодня четвертый день все семена у нас перьи бродили даже появилась плесень некоторых кулёчках если появляется плесень ничего страшного не бойтесь семена ваши не пропадут теперь нам остается только промыть семена желательно конечно промывать в квартире под проточной водой но так как мы сейчас на даче я буду промывать в обычном ведре если взять семечку прижать на нее сразу чувствуется что плацента уже отошла семена нормальные прямо такой запах помидоров перебродивших я вам покажу как мы промываем что мы делаем дальше промывать семена я буду сейчас в ведре у нас такой есть старое старое боевое наше сито которым мы промываем берем кулечек конечно одной рукой неудобно это дело делать ну сейчас я попробую показать как все это дело проходит водички хорошенько хорошенько промываем а главное чтобы вот это вот жидкость сама отошла от семечек то есть не жидкость это самый сам томат куски томата неудобно до ужаса надеюсь все семечки а теперь все это хорошенько протираем и ческозь сито остатки томата вот этот красная так как они уже перекисли видите они раз сами разваливаются вот я промыл семена удалил их от плаценты теперь высыпаем их на кусок материи у нас она используем какие-нибудь старый ненужные просто не ты чего это мы делаем мы должны убрать лишнюю влагу из семян мы сейчас аккуратненько аккуратненько тогда рукой неудобно вот так вот раз двумя руками конечно это на разговор не и потихоньку полегоньку так вот протираем их слегка мы не сможем повредить семена так как семена у нас влажные они эластичные и повредить мы их не повредим нельзя я лично честно говоря не советую сушить семена вот пример от вы промыли их вот так положили кучно на какой-то кусок материи или на газету и оставляете их просыхать потом когда не подсыхает вы пытаетесь их оторвать отсюда вы пытаетесь рассоединить вот этой вот кучи целой потому что не все слиплись а и что получается получается что что вы повреждаете семена даже если семечка пополам не треснула все равно не появились микротрещины в эти микротрещины попадает всевозможные грибки и ваши семена соответственно погибают микротрещины вы же не увидите правильно и ломаете семена почему-то же не сухие начинается то есть становится хрупкими лучше протереть их вот так вот вы их не повредите слегка небольшими движениями руки вы их перетираете перетираете и они становятся уже рассыпчатыми это мы делаем обязательно теперь перетертые семена мы сейчас положим специальную сетку какой я сейчас покажу может ребята я хочу предложить смотрите это мешочек для винограда для того чтобы вас и не или виноград такие мешочки продаются они из двух килограммовый это двух килограммовый есть трех четырех пяти там довольно большие есть вот такого мешочка хватает вполне ячейка здесь сеточки очень и очень мелкая вот смотрите все семена это мешочки завязывается если делал бирочку такую вот номерком это кусок пластика обычного сюда приклеил скотч чтобы можно было ним писать и легко стирать если написать прямо на пластике потом просто не сотрете а со скотча легко стирается затягивается можно затянуть свободно и все и таким способом можно сушить все не только семена томатов также в этих мешочках сушу и сам перец это хабанера скорпиона без разницы любые любые перцы даже которые довольно влажные много имеют влаги просто разрезаете на кусочки складывайте этот мешочек и в этом мешочке не сушатся вот таком вот мешочки и можно сушить вот их уже уложился на третье стукну они подлетают все они уже не слипшиеся ничего вы не повредите через час я пройдусь еще перетру слегка чтобы рассоединить может где-то какие-то соединились и потом хотя бы раз три часа подошли стукнули они увидите подлетают и они довольно легко и довольно быстро высыхают сушить надо обязательно проветриваемое помещение или лучше на улице самое главное нельзя проверить и сама сушить их на солнце под прямыми солнечными лучами почему потому что так как у нас семена влажные и внутри у них есть влага от прямых солнечных лучей внутри семечки температура остается критическая и от этой температуры само ядро семечки погибает она просто напросто варится там все семена которые остаются под семенами другими те еще выживают а те на которые попадают прямые солнечные лучи погибают так что сушить надо обязательно притяненном месте и что было поток воздуха желательно чтобы сквознячок на солнечке они течение трех-четырех дней высыхают я на всякий случай всегда оставляю они меня сохнут до пяти дней когда семена высыхает мы проводим полную калибровку всех семян у нас есть вот такая вот настольная лупа она еще называется светильник лупа настольная очень классная трехкратное увеличение видно каждую семечку все поврежденные семена все семена которые имеют черный цвет все это удаляется мы выбираем только самые самые крупные семена самые хорошие самые качественные все кто покупал на семена видели какие семена мы присылаем мы присылаем только семена самого высшего качества после высыхания все вот эти вот семена мы запаковываем вот такие вот зип кулечки такие вот они у нас большего размера есть в зависимости от количества семян в основном культи в два раза больше чем вот этот вот и храним их специальных боксах то пластиковые ящики которые герметически закрываются и хранятся они у нас в холодильнике на самом нижней полке семена все должны быть перебраны хорошо высушены и подготовлены для хранения подписывайтесь на наш канал ставьте пальчик вверх митя на колокольчик не пропустить наши новые видеоролики и больших вам урожаев